И я хочу вам представить свою подругу, своего партнера по бизнесу, свою испанскую подругу Викторию Белякову. Здравствуйте. И вкратце сначала, да, рассказать, как мы с ней познакомились. Я однажды лет пять, наверное, уже, да, Вик, назад сидела на своем испанском булочке, пила вино и наткнулась на очередной пост Вике. Она тогда была в Фейсбуке не так активна, но все равно я ее читала. И, прочитав ее в очередной раз, я поняла, что этот человек со мной на одной волне, и надо с ней срочно познакомиться. Я написала ей письмо, что, Вика, давайте пересечемся, давайте познакомимся. Не знаю, что из этого получится, но что-нибудь да получится. И в итоге у нас получилось очень многое, мы уже дружим очень долго. И о том, как Вика строила свою карьеру в Испании, мы сейчас как раз и поговорим. Вика, расскажи, пожалуйста, немножко о себе. Откуда ты, кто ты, чем ты занимаешься? Я родом из украинского города Мариуполь, это на востоке Украины. Переехала в Испанию в 2014 году. До этого пожила год в Эстонии. Но так как климат мне не подошел и холодный северный менталитет... Так, Юля пропала. Буду разговаривать пока сама. Я тебе поставила одну. Я тебе поставила одну, чтобы... Хорошо. Пожили мы год в Эстонии, и так как мне очень не хватало солнца, эстонский климат мне не подошел, мы приехали в Испанию на полгода попробовать здесь пожить. Я работала тогда удаленно на фрилансе, но это было что-то довольно непостоянное. Я переводила тексты, писала некоторые статьи. Ну, как бы какой-то профессии на удаленке у меня не было. По образованию у меня магистратура по международной экономике, и никак с тем, что я занималась в то время, это связано не было. Когда мы переехали в Испанию, я, в принципе, и не собиралась здесь работать. Наоборот, я говорила о том, что я не буду здесь работать с местными компаниями, потому что уже была наслышана и читала какие-то форумы и статьи в интернете о том, какое здесь русскоязычное сообщество, очень склочное, все друг друга подставляют и так далее. То есть эта информация меня испугала. Я девочка ранимая была, и я решила, что точно никогда не буду здесь с кем-то работать. Но жизнь повернулась несколько иначе. Я случайным образом познакомилась здесь с владельцем в то время, ну, наверное, сейчас это уже огромная компания, в то время это была самая перспективная компания в городе Торевьеха. Это город на побережье Коста-Бланка, на берегу Средиземного моря. Я, опять же, не искала здесь работу, но у меня есть моя хорошая подруга, она уже стала моей кумой, которая увидела объявление в то время еще в «Одноклассниках». У меня еще не было тогда Facebook, я только переехала, и какой кошмар. Мы все еще общались в «Одноклассниках». Она увидела и говорит, Вика, я видела, что владелец компании, они ищут автора статей себе на сайт. А я в то время уже начала вести свой блог, он был просто на какой-то платформе, уже даже не помню. Я просто делилась своими впечатлениями о городе. В то время я не понимала еще, что такое блогинг, СММ и так далее. Просто меня переполняли эмоции, и мне хотелось их куда-то выплеснуть. Я это делала на своем блоге, и владелец компании увидел этот блог, почитал, ему понравился, возможно, а возможно, просто никто другой не писал, выбора не был. Мой блог, и он предложил писать статьи им на сайт. Я согласилась, потому что я понимала, что все-таки, если мы здесь, и на то время я уже поняла, что Испания меня зацепила гораздо больше, чем на изначально планируемые шесть месяцев, я уже задумалась о том, чтобы здесь оставаться. И я начала писать туда статьи, все у нас пошло хорошо, мы начали друг друга понимать, как, мне кажется, я создавала интересный контент, и через несколько месяцев эта же компания предложила мне вести социальные сети. СММ, я помню этот разговор, когда владелец компании сказал, что, Вика, как бы статьи там пишешь хорошо, а вот я хотела бы попробовать СММ. Я спросила, что это, я не знала, и честно сказала об этом, он тоже не знал, что это. Я пообещала погуглить дома, что я сделала, и сказала, что мне интересно попробовать, я не знаю, что это такое, но я готова начать погружаться в эту тему для того, чтобы попробовать. Ничего обещать не могу, но я готова взяться за это. То есть ты с вами начала с нуля поднимать? Абсолютно с нуля я ничего не знала, у меня не было даже понимания. Я не знала, что значит аббревиатура СММ. Я пришла домой, погуглила и поняла, что это сушил медиамаркетинг. И здесь, конечно, я поняла, но в тот момент у меня было состояние такое, Эврика, я поняла, что это то, во что я хочу углубляться. Потому что, как я сказала до этого, я работала на фрилансе, и то есть у меня были разные какие-то, ну, это были разносторонние задания, которые не позволяли мне стать узкоспециализированным специалистом. Долгое время я, конечно, делала контент для разработчиков. Они делали мобильные приложения для программистов и дизайнеров. Я составляла им викторины по темам программирования и дизайна. Сейчас я не представляю, как я это делала. То есть мне нужно было изучить много литературы, и из этой информации составить опросы и варианты ответов. Вот как бы долго я это делала. Это было сначала интересно, потом я поняла, что чем дальше я все легкие, интересные вопросы, как мне казалось, уже собрала, становилось все сложнее. Ну, к тому моменту я уже начала заниматься тогда с этой компанией SMM. Но, опять же, у меня не было какого-то плана, что это так далеко зайдет именно в данном случае. Но было состояние, что я поняла, где на самом деле есть профессия, где можно действительно нормально зарабатывать, развиваться. Слово «нормально зарабатывать» – это, конечно, очень относительное понятие, у каждого оно свое, но как минимум более чем средняя зарплата в Испании, конечно же, можно заработать, если ты этого хочешь. Только нужно понимать, что это обычная работа. Это не работа, как часто визуализируют на каких-то стоковых фотографиях или в рекламных объявлениях, когда человек лежит на пляже с ноутбуком и попивает мохито, и одной левой рукой там что-то пишет. Нет, это обычная работа, причем, могу сказать более, это, как мне кажется, очень сложная работа, потому что здесь нужно совмещать очень много качеств в себе. Помимо того, что нужно постоянно креативить, а это требует очень огромного количества энергии. Если вы будете настраивать рекламу, то есть таргетинг – это уже все-таки аналитический склад ума, как минимум хотя бы немножко нужен. Плюс обязательно хотя бы база копирайтинга. Но, опять же, если вы пишете стандартные тексты, вам будет сложнее их продвинуть и сложнее получить клиентов в рекламных текстах. Не говоря уже о том, что нужно постоянно придумывать то, чего нет у конкурентов, чтобы выделяться из общей ленты. В социальные сети никто не приходит покупать товары. Я не знаю тех людей, кто заходит в социальные сети с мыслью, вот я сейчас себе куплю, не знаю, новый телефон или закажу услугу по ВНЖ или еще что-то. Люди обычно приходят в социальные сети развлекаться, общаться с друзьями, получать советы. Поэтому, когда вы начинаете продавать просто в лоб, ну, кстати, сейчас это уже становится более приемлемо, люди привыкли, но изначально социальные сети были созданы не для этого. И поэтому нужно понимать, что такое нативная реклама, нужно понимать, что такое инбаунд маркетинг, то есть продвижение через контент. И все это мне стало интересно, я поняла, что в этой профессии я могу реализовать те задатки, которые у меня есть, мне интересно создавать что-то новое, причем мне интересно находить способы оптимизации, если мы говорим о таргетинге. Поняла, что это мое, и начала изучать. Все это время, помимо того, что мне нужно было работать, в то время я была вообще одним человеком, кто этим занимался. Я сама и фотографировала, и писала, и социальные сети, и так далее. Конечно, это был ужасный уровень фотографий, и все остальное, потому что один человек не может все делать хорошо. Но, тем не менее, это приходилось делать, и благодаря этому получила некоторые навыки, и видео монтировать, и так далее. Сейчас такого, конечно... Секундочку, подожди секундочку. Я тебя не вижу только, Юлия. Ну, хорошо, я тебя слышу хорошо, но я тебя не вижу. Так. У меня синий экран хорошо. Ну, хорошо, у меня синий экран, я тебя буду представлять. Воображение у меня хорошего. Хорошо. Давай тогда перейдем... Вернее, вернемся к тому, что ты работала на компанию застройщика. Это люди, вернее, компания, которая продавала квартиры, апартаменты. Это же сложно продавать жилье. Жилье продавать сложно. Я не знаю, а что легко продавать. Легко продавать то, когда ты веришь в этот продукт, ты веришь в компанию, в которой ты работала. Я была очень влюблена в компанию. Наверное, кто знаком со мной, хорошо все знают, как я восторженно всегда говорила об этой компании. Для меня это была не просто работа. Действительно, это было что-то большее. Я действительно верила в качество, ну, и сейчас я верю в качество, и в этот дружный коллектив, и все другое. Когда ты сама это не придумываешь, когда ты так чувствуешь, то это делать гораздо проще. Кстати, помню твой совет такой. Мы говорили с тобой о другом проекте. Честно говоря, не помню о чем. И я тебе сказала фразу. Юля, ну я не могу брать этого клиента, потому что я не знаю, какое у них качество продуктов. Я не уверена. Я говорю, мне нужно верить в этот продукт, им гореть, быть уверенной, что это действительно классное. А ты помнишь, мне сказала, я себя иногда заставляю немножко влюбиться в этот продукт сама. Мне это слово запомнилось. Я думаю, действительно, это нужно делать немножко так. Потому что если вы не верите сами в этот продукт, это будет очень сложно, наверное, продать. Социальные сети не прощают фальши и всего остального. Мне нравится фраза «публика дура, но ее не обманешь». Как бы человек, что бы он ни писал, что бы он ни делал, если он делает это не искренне, это очень легко считывается. А играть какую-то роль 24 часа в сутки нереально. Поэтому я всем всегда говорю, не старайтесь быть кем-то, не старайтесь кого-то копировать. Всегда просто будьте самой собой. Потому что, во-первых, вы будете притягивать к себе людей, которые похожи на тот образ в социальных сетях, который вы есть. И если вы изначально позиционируете как другой человек, они будут воспринимать вас как чужого. То есть они-то будут считывать, что вы не то, что из себя представляете. И это будет очень сложно. У меня очень хорошее, слава богу, благодаря социальным сетям, у меня очень большое количество хороших знакомых. Конечно, были и негативные случаи, но это нормально. Я считаю, что процентов, наверное, 20 людей, которые дали мне опыт, благодаря им я стала мудрее каких-то вопросов. А 80% – это действительно люди, с которыми мне было приятно общаться, с которыми мы и сейчас общаемся. Но те, кто были, даже им был какой-то неприятный экспириенс, все равно я понимаю, что все было к лучшему. Социальные сети мне очень помогли. Я просто не вижу документов, что... Да, про тех людей, которые рядом с тобой. Ты же переехала в Испанию, занимаешься Фейсбуком, так скажем, специализированно, да? Ты сертифицированный специалист по Фейсбук и Инстаграм. У тебя есть диплом. Ну, Инстаграм принадлежит... Да, но Инстаграм и Ватсап принадлежат Фейсбук, да. Это одна корпорация. И любой человек может... На самом деле это не так сложно, если вы работаете давно, у вас есть опыт, но это, конечно, больше относится к рекламе, к таргетингу. Но там идет экзамен, сертификация на знание больше рекламных инструментов. Но если вы не понимаете общих алгоритмов работы системы, то будет сложновато вам, конечно, его сдать. Там есть разные уровни. Я рекомендую каждому попробовать. Во-первых, это звучит круто, сертифицированный специалист, потому что их очень мало в русскоязычном пространстве, я знаю. Реально, вот я не знала никого. Недавно увидела в ленте, еще один парень получил из моей ленты, очень многочисленная. Из англоязычных таких людей очень много. Но я общаюсь в основном в англоязычных профессиональных сообществах, поэтому я таких людей знаю много. И там я когда-то увидела эту идею, что, оказывается, люди получают официальную сертификацию. И, конечно же, решила для себя тоже получить. Но я могу сказать, что все равно лучшая сертификация, самое надежное, что может сказать о человеке, о специалисте, это отзывы ваших клиентов. Я безумно огорожусь. У меня в LinkedIn есть отзывы. Они есть и в Facebook, но в Facebook у меня больше отзывы людей, которые были у меня клиентами по консультациям. Они проходили курс, мои коллеги, я не люблю слово ученики и так далее. А в LinkedIn это отзывы людей, с которыми я либо долго работала, либо работаю и по сегодняшний момент. И действительно для меня это очень много значит. Особенно отзыв владельца этой компании, с которой я начинала свое развитие в Испании. Ради такого отзыва стоило работать. Ради такого отзыва стоило пять лет так активно работать. Я сейчас в двух словах скажу, потому что Вика вряд ли скажет. Я тоже слушала этот отзыв, и владелец крупной строительной компании говорит, что по его мнению, Вика один из лучших специалистов, SMM-специалистов, и она обеспечила очень хороший прирост клиентов этой компании именно через соцсети. То, что стараются сделать большинство специалистов, но не у всех получается. Вика, скажи мне, пожалуйста, у тебя там полно друзей, знакомых. Ты сейчас ведешь курсы, где учишь, как работать в социальных сетях, учишь, как продвигаться через личную страничку. Как это делают, чем занимаются твои знакомые в Испании? Я хотела бы, чтобы ты рассказала о других людях, которые продвигают какие бизнесы с помощью Facebook в Испании, приехав из России, Белоруссии, Украины и других стран. У меня действительно большое количество знакомых, и практически все из них – это либо предприниматели, либо из сферы маркетинга. И практически все знакомые используют Facebook для достижения своих бизнес-целей, для роста своего бизнеса, для поиска клиентов и так далее. Сейчас этот вопрос, он как бы не обсуждается. Старая заезженная фраза Билла Гейтса о том, что если вас нет в интернете, у вас нет бизнеса или как-то так. Если вас нет в интернете, у вас нет вообще. Да, как-то. Нет, он говорил об интернете тогда. Это все-таки еще из другой эпохи. Тогда социальные сети не были так развиты, только интернет тогда развивался. Сейчас то же самое, конечно, говорим мы о социальных сетях. Это не вопрос в том, что стоит или не стоит. Это вещи, которые просто это must have. Если у вас нет в социальных сетях, я имею в виду, как представителя бизнеса, а не в том качестве, что вы делитесь, какие розовые бяточки у вашего сыночка родились, или грустными историями о своих отношениях и так далее. Я имею в виду именно пропозиционирование. Давно прошло то время, когда люди покупали чисто какие-то бренды. Сейчас уже давным-давно идет персонализация всего бизнеса. Люди хотят знать, кто стоит за этим брендом. Возьмите практически любую компанию известную, и вы будете знать, кто ее директор, или кто является публичной персоной, с кем можно пообщаться в том же Facebook. Обычно Facebook. Особенно, как мне кажется, не знаю, как в России, в Европе, в Испании, он очень развит еще благодаря комьюнити, потому что в группах люди делятся советами. Возможно, в России этот вопрос не стоит так остро, но когда ты приезжаешь в другую страну, у тебя возникает огромное количество вопросов с первого дня. Тебе казалось бы, ты взрослый, самостоятельный человек, и ты все знаешь сам, как делать. Но когда мы приезжаем сюда, в новую страну, это абсолютно новый мир. Здесь говорят на другом языке, здесь другие порядки, элементарные вещи, получить, не знаю, прописку, какой-то документ у тебя вызывает множество вопросов. И в этом случае у вас есть какой-то персональный ассистент в виде юристов, что могут позволить себе только очень обеспеченные люди. Я имею в виду full time. Я таких людей знаю, у кого есть прям постоянно на подхвате такие люди. Большинство людей либо заказывают периодично услуги профессионалов, а есть некоторые, которые стараются практически все вопросы решать самостоятельно. И все мы однозначно, кто-то больше, кто-то меньше, но мы общаемся в сообществах. Потому что у всех могут возникнуть вопросы. Например, я не знаю, даже, не знаю, какой вы там супер популярный и богатый не будьте, к примеру, не знаю, там заболела собака или кот, вам нужен русскоязычный ветеринар или кто-то, или там ребенку русскоязычного педиатра вызвать, или, не знаю, вас срочно затопили, вас резко затопили соседи, и вы не знаете, что делать. Есть очень много ситуаций, когда вы много растерянны и не знаете, что делать. Или захлоп, вот часто бывает, летом сейчас начнется, очень часто ситуация в нашей группе, приезжают туристы, ребята, что делать, мы вышли, захлопнулась дверь. Куда звонить, куда бежать. Да, и поэтому, мне кажется, во всех странах, где большое количество переехавших, комьюнити имеют огромную роль. А, соответственно, люди приходят в социальные сети регулярно, чтобы получать информацию. Даже если они не спрашивают совет, они читают ленту. И, как правило, именно в группах там делятся какими-то афишами для русскоязычных людей, какими-то советами, интересными местами. Поэтому это одна из причин, почему стоит посетить. И, конечно же, люди понимают... Ты основатель комьюнити, да? Прости, что перебиваю. Ты основатель какого комьюнити? Да, я несколько лет назад создала, и сейчас вместе с другими соадминами, за что им большое спасибо, мы вместе администрируем это сообщество. У нас, если я не ошибаюсь, чуть больше 9 тысяч человек. Но стоит учесть то, что мы отклоняем порядка... Раньше было вообще 80% людей мы отклоняли. Я уже давно не слежу за статистикой. Но мы не принимаем людей, которые без реальной фотографии. Мы не принимаем людей, у которых аккаунты чисто рекламные. Как бы видно, что он пришел. И даже если имя реальное, оно видно, что на его стене там только трансферы или что-то. Мы не хотим, чтобы наше сообщество было просто доской бесплатных объявлений. Наша группа имеет именно информационную цель помогать людям с актуальной и полезной информацией. Но для наших участников, так как мы понимаем, что большая часть людей здесь все-таки являются людьми, которые самозанятые. Здесь не так много людей, на самом деле, из наших, кто работает как наемный сотрудник. Очень многие люди стараются... Да, и в русских, если взять все равно количество людей, которые работают на наемной... Те, кто являются наемными сотрудниками, и те, кто являются либо самозанятыми, либо мелкими предпринимателями, конечно, количество вторых и третьих будет намного больше, чем первых. Поэтому Facebook является... Так как все заходят для полезной информации, для интересной информации, соответственно, это место для того, чтобы рассказать о своем бизнесе. И комьюнити работает очень хорошо. Есть огромное количество групп с бесплатной рекламой. Мы в нашей группе придумали интересный ход давно, уже несколько лет назад. Так как все просили больше рекламы, у нас довольно строгие правила. Два раза в неделю можно размещать рекламу. Но все хотели, конечно же, размещать ее каждый день. Мы сделали для наших участников как бы под группу. В нашей группе под группу. Участники могут с автоматическим одобрением перейти во вторую группу, которая так и называется «Наша реклама». И все участники могут каждый день размещать там рекламу. А те, кому интересно, да, из участников, они могут туда перейти и прочитать. А если им не интересно, соответственно, они могут в эту группу не вступать и просто читать полезную, интересную информацию, которая размещается в ленте группы. Вика, секундочку. Давай перейдем к тем людям, которые... Мы начали с того, что... Расскажи, пожалуйста, про тех людей, которые делают бизнес в Испании. Они приехали из других стран, такие же, как ты, но не занимаются ни таргетингом, ни продвижением, не учат, как продвигаться в соцсетях. А у них есть свой маленький магазинчик или что-то еще. Вот чем занимаются приехавшие в Испанию люди? Я тебе больше скажу, что из тех людей, кого я знаю, тот, кто занимается тем, что мы коллеги, не считаем друг друга конкурентами. Это из всего огромного количества моих знакомых. Поэтому здесь очень мало кто этим занимается. Как раз таки практически все занимаются чем-то другим. Самое популярное, конечно же, это трансфер и аренда жилья. Facebook отлично работает для этого. Одна моя коллега, она проходила у меня курс уже несколько лет, наверное, ведет такую страничку очень успешно. Она же ведет, как бы говорю о бизнесе наших, страницу ассесарии. Ассесария – это что-то типа бухгалтерской нашей компании, но с юридическими консультациями еще. Она успешно продвигает ее также через Facebook. У них есть бизнес-страница, есть личная страница владельца компании. И, конечно, они размещают полезную информацию в группе. Окна. Они работают, изначально начали с русского рынка. Ты помнишь, наверное, Сандра. Если Сандра смотрит, привет. Они в Валенсии. Сандра начинала в то время, она была одной из первых людей, кто записывался ко мне на курс. Спасибо ей снова за доверие. Они очень круто растут. Они начали с русскоязычного рынка, и у них были только окна. Сейчас они преимущественно уже работают, по крайней мере, судя по Facebook-странице, уже преимущественно на испанском языке. И, конечно же, Facebook является основным источником клиентов. Я не знаю, как прямо вот сегодня, но, наверное, месяца четыре назад, когда я в нашем чате, все, кто были у меня на курсе, на индивидуальном консалтинге, они все у нас в чате в WhatsApp. Я спросила что-то про таргетинг девочки, как у вас с таргетингом. Сандра ответила, что у них и с Facebook и так идут клиенты органическим путем, и до рекламы руки еще не дошли. И, что очень радует, что они так круто росли, даже без платной рекламы. Но, опять же, почему? Потому что наши очень умеют качественно вести бизнес. И когда ты сделал одному человеку, не знаю, качественно поставил окна, они рассказали другим людям. Когда у тебя в группе кто-то спросит, а здесь все друг друга знают, это кажется, что страна большая, это мир очень тесный. Ты сделал хорошо свою работу, и один клиент остался доволен в тех же комьюнити, на тех же личных страницах. Опять же, вспоминаем то, что все мы друг у друга здесь просим совета постоянно. И спрашивают, ребята, где поставить окна? Конечно же, люди начинают рекомендовать друг друга, и так ты продвигаешь свой бизнес, считаешь, что без рекламы. Один из способов. Кто еще? Моя подруга занимается продажей одежды из Испании в другую страну. Она продвигается просто через Facebook-группу, через свою личную страницу ее там как-то находят, приходят в группу. Группа уже очень известна. Опять же, благодаря сарафанному радио. Социальные сети – это все про комьюнити и про построение положительного бренда, про отзывы. Люди начинают рекомендовать друг друга. Поэтому вам просто нужно делать хорошо свое дело, рассказывать о своем деле, заботиться о клиенте, и дальше алгоритмы все сделают сами. Просто нужно работать. Здесь, когда ищут какой-то способ, суперспособ, продвинулся через, не знаю, там, воронки, чат-боты, еще что-то, это все, ну, такие, как... Дополнительно. Как дополнительно, как, я не знаю, если у тебя какая-то болезнь, ты пьешь обезболивающее, ты снимаешь какие-то симптомы, но проблему ты не решил. Поэтому я, конечно, за построение системного подхода, что социальные сети тоже позволяют сделать. У многих здесь, как я уже сказала, аренда, продажа недвижимости, конечно же. Возможно, в разных городах эта статистика будет отличаться, но мы живем на Коста-Бланка и Валенсия. Здесь практически все живут за счет туризма и продажи недвижимости. И, соответственно, все сферы, которые связаны с этим. Это, например, рестораны, да. Конечно же, ты вряд ли найдешь такой ресторан, который не присутствует в Facebook или в Instagram. Все они присутствуют. Я в свое время тоже, кстати, занималась пробежением большого ресторана на 500 мест. Очень успешный у нас кейс был. Все хорошо. То есть Facebook для этой цели работает просто супер. Кто еще? Конечно же, все бьюти-мастера. Это просто супер. Вы приехали без работы. Я не знаю таких девчонок. Иногда вижу, в группах появляется новое лицо и объявление. Делаю ресницы. 30 евро. Это дешевле, чем у большинства. Ты понимаешь, что это новенькая приехала. Вот она там неделю-две постит объявление, потом пропадает. Я спрашиваю, а не помните, там вот девочка постила, такие работы хорошие были. Она говорит, ну да, там помним. Я прошу номер телефона и звоню, чтобы записаться. И запись там через 2-3 недели. И мастера маникюра, все смеются, конечно, что Таревеха – это город мастеров маникюра, потому что очень много девушек, которые предлагают эти услуги. Но у всех очередь. Когда нужно записаться куда-то, все говорят, там через 3-4 дня в салонах, на дому, неважно. Всегда, везде очередь на это. Опять же, если человек делает хорошо, если он делает посредственно или плохо, то он может постоянно искать клиентов. И здесь социальные сети будут помогать в том, чтобы находить новых клиентов постоянно, если эти люди будут приезжать. Но если, например, здесь зимой не так много туристов, и все-таки ваш бизнес основан на местных людях, то здесь никакая реклама вам не поможет, потому что все будут знать, что продукт плохой, и к вам не стоит идти. Всегда говорю о том, что социальные сети имеют две стороны медали. Во-первых, с одной стороны, они расскажут о ваших преимуществах, если ваш товар хороший, если ваша компания действительно предлагает хороший сервис, это быстро разлетится. Но если у вас куча каких-то нюансов, которые вылезают во время работы, если клиенты недовольны, они будут идти в социальные сети рассказывать об этом. Поэтому перед тем, как вы пойдете в социальные сети продвигать себя или свой бизнес, подумайте о том, что вам нужно допилить, доработать, чтобы люди оставляли вам положительные отзывы, чтобы вы могли действительно предоставить им качественный сервис. Пока вы этого не сделаете, никакая реклама, никакая стратегия вам не поможет. Сначала должен быть хороший продукт, особенно в таких условиях, например, как мы, Испания, и где русскоязычных людей довольно мало. Мы думаем, что нас много, но очень мало. Когда настраиваешь рекламу в Facebook, выбираешь русскоязычных людей, там всего выходит вместе с другими языками постсоветского пространства 190 тысяч человек. Это просто ни о чем для рекламы. Это если его не резать. Поэтому, конечно, прежде всего мы думаем о качестве. Хорошо. Вика, скажи мне, пожалуйста, а как в целом тебе, вот как ты собираешься дальше жить, работать в Испании? Что у тебя, какие планы на Facebook дальше? Собираясь жить, как и жила, только уже мудрее и умнее. Карантин показал мне, научил меня одной вещи, что прежде всего нужно думать о себе. Я недавно у себя на странице написала фразу, что в новой реальности каждый сам за себя. И это правда. Потому что неважно, какая компания сейчас. Когда пришел карантин, компании нечем платить вам зарплату. И в такие случаи, если человек, даже он там хороший специалист, но он себя нигде не продвигал. Он был уверен в своем завтрашнем дне, что все будет хорошо. И вот пришел карантин, который показал, что многие бизнесы не так уж и крепки, и подкосили. А вроде бы специалист был хороший, но он всегда работал в одной компании, никак о себе особо не заявлял. И в этот момент люди становятся очень растерянные. Они не знают, что делать. Если даже вы наемный сотрудник, это не мешает вам быть профессионалом в своей сфере, делиться своей экспертностью в социальных сетях, что всегда повысит вашу стоимость в глазах вашего работодателя. Вы будете более полезны, как для своей компании. Потому что наверняка вы через свои личные соцсети сможете какую-то пользу тоже дать для той компании, в которой вы работаете. И если у вас свой бизнес, как я уже говорила ранее, это даже не обсуждается, потому что вы просто теряете огромный поток клиентов, который мог бы быть вашим, но он находит других людей, ваших конкурентов, и к ним идет. Потому что есть огромное количество товаров. Я работаю часто с этими нишами. В основном даже не часто, а в основном это ниши, так называемый сложный продукт. Это товары или услуги с длинным циклом сделки. Это не эмоциональный продукт, когда вы увидели, ой, какая красивая там тушь, нажали кнопочку и купили. Или какой-то, не знаю, там, супер гаджет, который человек покупает чисто на эмоциях. Наши товары – это недвижимость, это услуги по переезду в Испанию, это образование, это все те вопросы, которые человек никогда не купит на эмоциях. Перед тем, как он перейдет к покупке, он проходит все стадии клиента. От того, как он, может быть, вообще еще не знал в нашем случае об Испании, где-то увидел в ленте какой-то пост, потом он начинает интересоваться, потом он начинает изучать, потом он начинает выбирать из тех людей, которые предлагают интересующие его услуги, и потом он выбирает вас. И вот здесь, если во всей этой цепочке вас не было, а были другие компании, которые давали полезный контент, которые ему помогли в решении его текущих вопросов на всех четырех стадиях, до той стадии, как он перешел непосредственно покупки, ну, очень маленькая вероятность, что он дойдет до вас, потому что недвижимость и услуги – это все-таки про личный бренд. Если вы юрист, если вы агент недвижимости, страховой агент, любая специальность или любой товар, который требует доверия к себе, социальные сети просто обязательны. Я знаю на личном опыте, к примеру, при продаже тех же страховок, когда мы продаем плюс-минус одинаковый продукт, и один бренд уже известен, допустим, один человек, один агент, а второй неизвестен, и количество заявок будет гораздо меньше. То же самое в недвижимости. Настрой ты даже платную рекламу на бренд, который неизвестен, и на бренд, который все уже знают, он везде там в YouTube, в Facebook, в Instagram, конечно же, реклама будет эффективнее там, где уже бренд известен. То же самое с человеком. Я не люблю это выражение, личный бренд, но я не знаю ему синонима пока. Это то же самое. Вы просто становитесь узнавальным человеком, и люди узнают вас, как внешне, конечно же, но также по вашей экспертности. Когда вы доказываете не словом, эгегей, ребята, вы все сможете побежать, а действительно даете какой-то контент, но при этом показываете, что вы действительно сами можете сделать. Это очень круто. Я не люблю на самом деле нынешнюю политику, когда сейчас все друг друга всему учат. Я смотрю, у меня в ленте, особенно в LinkedIn, огромное количество людей, которые постоянно учат чему-то. Но я реально ни разу не видела, чтобы они рассказали, что они сами что-то сделали. То есть мне очень важно, чтобы человек... Да, это нужно делиться, как ты сделал. Но если ты... Если я не знаю никакой компании, где этот человек работает, где я реально могу видеть, как он это делает, если он не делится именно конкретными результатами своей работы, а только постоянно говорит, нужно делать так, у меня вопрос, почему нужно делать так, почему я должна тебе доверять, что нужно делать так. Я не знаю ни одного примера, как ты как будто сделал. Словам я не верю уже давным-давно. Мне нужно видеть в реальности, как человек что-то делает. Это как в копирайтинге, да? То есть ты пишешь тексты, ты очень редко продаешь что-то на своей странице. Ты просто, в принципе, пишешь тексты в своем стиле, а потом ты, не знаю, раз в несколько месяцев делаешь анонс о том, что ты набираешь кико, собираешь группы. Почему это происходит? Потому что люди видят твою экспертность, не потому что ты говоришь, вот пишите так-то. Ты просто пишешь тексты. То же самое в большинстве специальностей, просто нужно показывать, как вы это делаете. Не нужно рассказывать, как это сделать. Покажите, как вы это делаете. Мне кажется, это дает гораздо больший эффект. Поэтому у меня всегда есть, я человек практики, я всегда работаю с клиентами, у меня есть свои проекты, и то, что я делаю, обычно видно очень многим. Недавно у меня появился новый старый клиент, и у нас речь зашла о моих клиентах, и он говорит, вот ты там того-то вела? Я говорю, да нет. Он говорит, да ладно, я читала пост, 100% ты писала. Я реально один пост помогла написать тому человеку, кто работал с тем клиентом. Он говорит, Вика, мы тебя видим по почерку. И поэтому, когда люди тебя начинают узнавать по твоим действиям, когда, ну, и здесь уже это нормально, когда кому-то нравится, кому-то не нравится, по крайней мере, они понимают, что вы делаете, и людям проще выбрать. Вы не можете нравиться всем, это нормально. Если у вас не супермаркет, не массовый продукт, то вы можете позволить себе быть самой собой, потому что чисто физически вы не сможете огромное количество клиентов, огромному количеству клиентов предоставить качественный сервис. Если вы именно специалист, типа юрист, адвокат, агент недвижимости, страховой агент, тот человек, все-таки который имеет свое время ограниченное и имеет огромное количество клиентов, с которыми он лично работает. Я сейчас не говорю про огромные компании, а именно про людей, которые являются специалистами. Вик, у меня вот какой вопрос. Очень многие мне говорят, что Facebook... Ты слышишь меня, да? Да-да-да. Слышишь? Да-да. Что им сложно начать работать в Facebook, потому что они считают, что это сложно, что это огромная махина, в которой сложно разобраться. Скажи, пожалуйста, возможно ли научиться в Facebook работать постепенно? Сколько это займет, по-твоему, времени? И реально ли это сделать человеку, который соцсетями на вы, а не на ты? Это реально, но могу сказать, что чем старше вы становитесь, тем сложнее. Кстати, вчера прослушала видео, мне как-то бросилось название в YouTube, как в 50 лет выглядит что-то там на 25, или на 20 лет младше, но не суть. Я обратила внимание на эту картинку, потому что женщина на картинке, она не выглядела на самом деле, как 20-летняя женщина. Она вполне выглядела на 50 лет. По крайней мере, на испанский. Здесь очень молодо выглядит. Поэтому мне просто стало интересно, ой, ну что она там расскажет? Мне очень понравился ее подход. Да, она выглядит на хорошие 50 лет. Но первый ее совет был о том, что нужно постоянно развивать свой мозг и себя. Если вы однажды перестали развиваться, вы устареваете. Если вы не успеваете за современными тенденциями, вы становитесь, ну, вот как бы просто устарели, да, вот как есть, ну, например, мы с нашими родителями сейчас будем говорить о некоторых вещах, они просто даже не будут понимать, о чем мы говорим. А это как снежный ком. Все цепляет одно за одно. Но есть плюс в этом. Когда ты начинаешь разбираться в каком-то одном, там, не знаю, гаджете, программе, социальной сети, потом работает плюс-минус все по одному алгоритму. Я вижу, как ко мне приходят, а у меня, я не знаю почему, так сложилось, у меня очень много клиентов, это 45 плюс, там, 40 плюс. Не знаю, почему так, но я заметила, вот большинство клиентов, на самом деле, это в таком возрасте. Я вижу, что сначала им, причем это люди, которые максимум с телефона пользовались там Инстаграмом или Фейсбуком, никогда не вникали, и это все очень сложно им дается. И наши все уроки начинаются с того, что красная кнопочка в левом-правом углу, зеленая кнопочка там-то. Я объясняю на каких-то образах, я всегда говорю, что я буду просто чемпионом по игре в крокодила, потому что я уже, мне кажется, могу объяснять все, что угодно. И одно и то же. Но проходит несколько уроков и несколько консультаций, и я уже не останавливаюсь на каждой кнопочке, даже если мы переходим в абсолютно другую программу, человек, у него как-то, мне кажется, начинает мышление работать более быстро, потому что плюс-минус все одинаково, все технологии, они в чем-то похожи. Это просто. Нужно просто понимать, где что расположено, интуитивно понимать интерфейс. Когда мы первый раз берем в руки телефон, вообще какой-то смартфон, нам всем кажется это очень... Может быть, кто-то не помнит. Я, к примеру, когда перешла на iPhone с Android, мне очень сложно было. Я неделю, наверное, привыкала. Сейчас то же самое, когда я беру Android, мне все непонятно, я не понимаю, где что искать. Но проходит, не знаю, полчаса, и я уже начинаю ориентироваться. То же самое происходит с... ...по социальной сетью. Так как плюс-минус все похоже, даже продвижение. Есть различия в алгоритмах, есть различия в нюансах, но общее понимание продвижения, оно одно и то же. Поэтому, да, прежде всего, люди, когда начинают обучаться социальным сетям, они как минимум делают себе очень доброе дело в том, что они раскачивают себя, развивают свой креатив и не дают себе устаревать. Потому что социальные сети – это такая вещь, это живой организм, который каждый день меняется, каждый день развивается, никогда нет точки B. Тебе всегда будет интересно, всегда есть новые высоты. Мне очень нравится смотреть по моему группу знакомых, которые, ну, к примеру, там еще два месяца назад у них не было даже страницы в Facebook. Месяц назад они начали круто писать на своей странице, через две недели они хвастаются, как они круто настроили таргетинг. Я знаю, что через три месяца у них будет что-то еще. К примеру, вот сегодня в ленте видела, это очень круто, я прям, ну, очень рада от души. Не знаю, возможно, ты помнишь, или я вас не знакомила. У меня была девушка Татьяна. Она была из Украины родом, ну, сейчас из Украины родом. Мы несколько месяцев вместе работали, у них свой бизнес у мужа, но одно время она хотела пробовать SMM. Она у меня проходила курс и с клиентом своим работала, но потом все-таки поняла, что она свои знания будет применять на развитии их бизнеса, что обычно и происходит. Ну, вот сегодня я увидела в ленте, что они выиграли в Украине стартап, какой-то самый главный конкурс, не знаю, как правильно называется, по стартапам, и получили грант в 50 тысяч долларов. Это вот реально круто. Просто помню, когда у нас круг общения, и все мы развиваемся, очень классно следить, как у кого что происходит. Если ты выпадаешь из этой карьеры, ты никак не развиваешься, то проходит... Через месяц ты ничего не заметил, через два, может быть, так себе, а через полгода ты встречаешься с этими людьми, с которыми ты раньше разговаривал на одной волне, вам было чем поделиться, и ты понимаешь, что в твоей жизни очень мало чего происходит. Я, конечно же, не говорю, что только в социальных сетях, здесь я в целом говорю о развитии, что если вы перестаете учиться чему-то новому, то все, мы либо прогрессируем, либо деградируем, другого абсолютно нет. Даже чтобы оставаться на месте, нужно очень-очень быстро бежать. Поэтому социальные сети, они просто помогают нам. Даже если вы не работаете, не ищите клиентов, всегда можете найти себе партнеров, каких-то единомышленников. Знаю людей, которые используют социальные сети в принципе не для заработка, а для того, чтобы делать какие-то великие дела. К примеру, я помогаю одному приюту в Киеве. Это волонтеры, Алина. Если вдруг Алина будет смотреть, не знаю, в Ютьюбе, большое тебе спасибо за твое доброе сердце. Алина через Фейсбук находит людей, которые помогают животным с улицы. Она пристраивает бездомных собак, кто-то помогает деньгами, но я верю, что они все-таки эти деньги отправляют на благие дела, потому что в принципе они больше просят взять животных домой. И на своей странице в Фейсбук мы знаем, как благотворительность стала таким бизнесом очень черным. И вот социальные сети тоже помогают выделиться среди, вернее, быть отдельно совсем, чтобы люди понимали, ты действительно делаешь что-то или ты принадлежишь к той касте мошенников, которая зарабатывает на эмоциях, на жалости людей. Алина постоянно постит свои фотографии с животными. Когда вы увидите пару фотографий, как она там обнимает, целует этих собак, вы просто поймете все, что этот человек не обманывает. Есть страницы, которые помогают людям, разнообразные, здесь не обязательно мы говорим о заработке, это социальный вплыв, господи, как-то по-русски, откуда там украинское слово? Социальное влияние. Это... Нет, это социальное волонтерство. Вплыв, влияние, наверное. Я в том плане, что каждый человек, если раньше были, не знаю, только в телевидении известные люди, и нам телевидение диктовало какие-то нормы, сейчас каждый человек имеет право на мнение, и, конечно же, хочется, чтобы больше было адекватных людей, которые бы делали только хорошие дела. Потому что, к сожалению, как я и говорила, есть вторая сторона медали, есть страницы, которые сеют зло, и о них не хочется говорить, все-таки больше положительных моментов. А, кстати, во время изоляции, самоизоляции, мне кажется, в России тоже была популярна эта группа. Сделал, не помню, кто из создателей, вообще супер молодцы. Группа называлась само... как изо с большой буквой изоляция, где люди... А, это когда картины делают? Да, да. Люди создавали картины? Да, это же супер. Люди сидели, то есть на карантине, реально не знали, чем заняться. Это был такой креатив. Чтобы сделать такую картину, представляешь, сколько времени нужно было потратить для того, чтобы сначала найти какую-то картину, потом создать подобающий образ, потом сфотографировать, в некоторых случаях обработать. Это был прям целый процесс, и это было очень интересно. И огромное количество людей объединились с целью друг другу помогать, поднимать настроение. А сколько... Тот же карантин показал, как мы можем быть друг другу полезны. Кто-то веселил своих подписчиков, кто-то старался помочь словом, делом, деньгами, кто чем мог. И мы поняли, что социальные сети это не просто место, куда можно прийти, полистать ленту, что мы действительно, если использовать их грамотно, мы можем иметь влияние на развитие нашего будущего, мы можем объединяться и вместе достигать каких-то, я надеюсь, психологичных целей. Бик, чем может быть полезен Facebook, в принципе, понятно. Я хочу, чтобы ты подвела некое summary такое в конце нашего разговора и рассказала все-таки прям по пунктам 1, 2, 3. Чем можешь быть полезна ты, как специалист по Facebook и как человек, живущий в Испании. То есть, не просто про Facebook, я знаю, что ты занимаешься еще и разными услугами по Испании. Вот давай прям по пунктам, чтобы люди в конце поняли, Виктория Белякова, к ней можно идти, зачем? Прежде всего, это, кстати, очень интересный вопрос про самоопределение. Я долго не могла объяснить, кто я, что я делаю, потому что всегда во мне есть как две части. С одной стороны, я маркетолог, с другой стороны, сейчас я уже понимаю, что я просто основатель сервиса по иммиграции. Мы сейчас заканчиваем работу над проектом, который будет об Испании для иностранцев, где люди могут решить свои вопросы на любые темы. Это от туризма до переезда в Испанию, образование детей, адаптация в этой стране и так далее. Я долгое время, и, в принципе, сейчас у меня есть блог об Испании, у меня есть YouTube-канал об Испании, где я делюсь полезной информацией. С одной стороны, мне хочется нести какую-то пользу миру, и понимать, что ты не имеешь права потреблять счастье, если ты не делишься им и полезной информацией. С другой стороны, я понимаю, что это отличный источник для привлечения клиентов. Поэтому у меня есть две направленности об Испании и обо мне как о маркетологе. Как раз на карантине я поняла, что я допускала самую главную ошибку, не развивая себя как специалиста. Многие знают, ну, как многие, это очень узкий круг людей, моих клиентов, которые приходят по сарафану. Но у меня ни мой YouTube по маркетингу, ни разу, ничего. На карантине я поняла, что это нужно дело исправлять. Сейчас мы с 25 числа запускаем курс по развитию своей личной страницы в Facebook. Это, я считаю, что этот курс это действительно база, которая нужна каждому. Неважно, вы наемный специалист, вы продвигаете свой бизнес, у вас маленький или крупный бизнес, вы должны понимать, раз уж вы пришли в Facebook, какие возможности есть в социальной сети. Я уверена, что каждый для себя вынесет что-то полезное. Кто-то, возможно, пригодится ему 80% информации, полученной кому-то 20%, но я уверена, не будет тех людей, для кого эта информация пройдет абсолютно абсолютно даром. И вторая направленность это переезд в Испанию, все, что связано с этим. Как я уже сказала, это проект How to Spain. Вы можете найти его в YouTube и посмотреть информацию с нашими специалистами, с моими партнерами. Через несколько месяцев, может быть, через месяц это уже будет сайт, где можно будет зайти и узнать информацию обо всех услугах и прочитать полезную информацию. Потому что прежде всего это будет как информационный портал, где мы делимся полезной и интересной информацией. Что у меня получается лучше всего? Я не бизнесмен по своей природе, но у меня хорошо получается создавать контент, и поэтому создание этого портала это логичное продолжение всей моей деятельности и жизни на протяжении шести лет в Испании. Вот, я хотела подвести как раз к этому. Шесть лет в Испании из девушки, которая в принципе не представляла себе, чем она хочет заниматься в Испании, да, ты превратилась в специалиста, который может рассказать другим про Испанию практически все и помочь переехать, плюс научить работать в социальных сетях. Мне кажется, это круто. Ну, лично я рассказать не уверена, что могу. Я сторонник того, чтобы каждый занимался своим делом, но я могу пригласить сто процентов того человека, который может рассказать об этом. И на моем канале часто разные специалисты абсолютно из разнообразных сфер жизни в Испании. Это как страхование, недвижимость. Вчера мы рассказывали о том, как купить автомобиль. И если мне пишут запросы на какие-то интересные темы, я обязательно приглашаю таких людей. Забыла сказать самое основное, что в чем помог Facebook. Мы организовывали огромное количество мероприятий в Испании. На сегодняшний день это были, я не знаю, крупные мероприятия. У нас было по 200 предпринимателей русскоязычных. Два года подряд мы проводили, возможно, в следующем году тоже проведем. Огромное количество бизнес-завтраков и на все эти мероприятия мы не тратили ни копейки на рекламу. Все эти люди, участники, они приходили через социальные сети, через Facebook. И на сегодняшний день именно благодаря этим людям у меня есть огромное количество знакомых, у меня есть партнеры, с помощью которых мы можем предлагать услуги по переезду в Испанию и другим смежным услугам. Все благодаря тому, что у нас проходили, конечно же, эти мероприятия. Онлайн и офлайн это все-таки вещи, которые лучше не разделяют друг от друга. Если вы познакомились онлайн, старайтесь проводить какие-то офлайн мероприятия, чтобы познакомиться друг с другом в личной жизни. Это совсем другой уровень общения и доверия друг к другу. Да. Вик, спасибо тебе огромное. Спасибо тебе, Юля, за приглашение. За нашу беседу. За нашу беседу. Я очень надеюсь, что я сейчас смогу сохранить этот эфир. Я тоже. Потому что я на странице так и не увидела у тебя его. Да, и если ты мне сейчас скажешь, куда надо нажать, чтобы их сохранить, я тебя буду признать. Просто кнопочку стоп в левом углу, самый левый верхний угол, красная кнопочка, там будет квадратик стоп. Все, сейчас я найду. Огромное тебе еще раз спасибо. Я надеюсь, что мы с тобой еще не один раз встретимся, не один раз обсудим, потому что у меня очень много вопросов от людей, которые живут здесь от самых маленьких, как что-то сделать в Фейсбук, как купить страховку, можно ли купить домик с оливковой рощей в Испании. И все это можно с тобой обсуждать. Я думаю, что все это будет полезно и интересно. Хорошо. Спасибо, Юля, большое за приглашение. Я надеюсь, что теперь ты ко мне придешь тоже к гостям, и мы снимем еще видео на моем YouTube-канале. Желаю всем хорошего. вечера. Увидимся с вами на страницах социальных сетей или в Испании. Пока-пока. Все, выключаю. Все, пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok